после разбора уже довольно старенькой насколько это возможно brief of the wild пришло время поговорить о links awakening также детально и подробно такой хит как дыхание дикой природы уже давно никого не интересует то на волне хайпа можно разобрать и links awakening поговорить о ее плюсах и минусах и интересностях вы на канале в красном я андрей погнали links awakening вышла совсем недавно а именно 20 сентября нынешнего года и в мгновение ока игра с геймпоя превратилась в игру с красивыми модельками и текстурками не поменяв больше ничего и назревает вопрос а разве это плохо что в новой обертке нам продают ту же игру что и 26 лет назад судя по количеству продаж игра сделала бум настоящий такой бум что собственно и неудивительно ведь в свое время игра хоть и не относилась никак самой зельде и ее легенде ведь по сюжету link даже не встречается с ней но для такой платформы как геймбой это было нечто что уж там говорить та же игра только с улучшенный трехмерный графикой сейчас производят тот же фурор что и раньше сюжет прост и незамысловат корабль главного героя терпит крушение из-за шторма с которым линка его судно не сумели совладать его выбрасывает на остров кахалинт который оказывается не просто островом линка находит девушка марин одна из жителей деревни мабы на этом клочке земли линку предстоит пробудить спящую в яйце на горе рыбу чтобы разгадать загадку этого странного места персонажа в игре достаточно но большинство если не все это отсылки к серии марио также производимой компании нинтендо в основном главные отсылки решили сделать врагов это и гумбы в подземельях чип-чипы и даже пузыри лавы огромное приключение ждет игроков прикупивших переиздание данной игры такую популярность она обрела как по мне по трем причинам ностальгии тех кто играл тех кто не играл но очень хотел и те кто только знакомится с этой серии игр какой бы простой не была подача и мысль этого проекта в себе он таит большие тайны головоломки порой непростые подземелья с кучей секретов и загадок ну и конечно же разного рода разнообразие в геймплейной части но обо всем по порядку links eventing несомненно сильно отличается от своего старшего брата ну или сестры brief of the wild что конечно же не удивительно ведь первое является лишь переизданием в то время как дикая природа имеет совершенно другую мысль посыл геймплей пробуждение линка не дает возможности смены холодного оружия или щита если не брать в расчет что в конце игры дадут чуть более улучшенный щит способны отражать некоторые огнестрельные атаки и огонь но в игре есть и другой ключевой момент это возможность иметь что-то из оружия помимо привычных меча со щитом а именно бомбы лук окорину благодаря которой можно исполнять различные песни которые обладают своими свойствами как например песня мамбы которая позволяет переместиться к любому из уже исследованных телепортов ну и многое другое кстати в игре реализованная система быстрого перемещения не такая как в brief of the wild ведь во втором можно было телепортироваться из любого места в пробуждении линка необходимо для этого зайти на уже найденный пьедестал с синим свечением чтобы переместиться на такой же уже ранее исследованный карта довольно немаленькая но быстрые перемещения хороши не только для того чтобы сократить время пробега с одной точки до другой но и потому что в некоторые места порой трудно попасть ведь в голове постоянно приходится держать маршрут так как в нужные места прямой дороги обычно нет этим и хорошо наверно links awakening ведь всегда нужно лишний раз пораскинуть мозгами пусть игра как по мне чистой воды экшен rpg с видом сверху но больше ее часть занимает решение головоломок когда загадки попросту нельзя решить с первого раза не имея определенного навыка такого как прыжок или например сапоги скорохода для разбега в какие-то места не попасть не получив тот или иной перк хороша игра и тем что тут как и в brief of the wild за руку тебя никто не ведет да есть возможность связаться по телефону до по телефону с дедушкой из деревни который дает подсказки о том куда идти но этой информации оказывается совсем недостаточно и до многих вещей приходится доходить и додумываться самому не скажу что это плохо или очень хорошо однако это есть и порой это бесит потому что бывает и так что доходить приходится до таких вещей до которых можно дойти лишь методом тыка были и боссы из прошлых частей серии игр не стану спорить когда они появляются и кто но они были и к некоторым подобрать тактику боя может и можно было однако рассчитано все именно на то что люди играли в прошлые игры серии потому что одного босса необходимо было затыкать именно круговой атакой подойти с которой к нему было очень и очень трудно и от того понять как победить было сложно но это так придирка еще хотелось бы снова отметить очень много странных вещей куча персонажей марио один из которых сам марио но с другим именем не суразицы по типу домашнего телефона в лесах по которому ты звонишь дедушке ульрире впрочем раз остров является внимание спойлер сном спящей рыбы то это все объясняет но как я уже говорил ранее в обзоре хуже игра от этого не становится и такой играет даже на руку сюжету в конце концов сон на то и сон думаю многим снились действительно безумные сны как я уже говорил меч способен не только бить но и выполнять круговую атаку щит спасает от ударов стрел с копьями моблинов прыжок как уже тоже было ранее озвучено появляется не сразу многие головоломки как раз построена на том чтобы задействовать определенные приобретенные навыки когда я зашел в одну из пещер то долго не мог понять как же достать часть сердца которая лежала на другой стороне пропасти а все оказалось просто пропасть не нужно было перепрыгивать достаточно было продвинуться по сюжету и найти крюк кошку он же канатный крюк кому как удобно в самом начале игры через камни тоже просто так не пройти ведь чтобы их поднять нужна недюжинная сила который наш мальчик линк не обладает однако вскоре все-таки выпадает такой баф и поднимать тяжелые предметы а затем и очень тяжелый становится возможным хочется также отметить вещь которую я не понял но который уже присутствовала в предыдущих играх серии зачем давать в начале игры возможность самому придумать имя линку что за бред это как если бы на работе я выбирал как меня зовут если играешь за линка зачем мне давать ему другое имя нет не работает это молчаливость и выбор имени как погружение и никогда работать не будет разработчики одумайтесь если в brief of the wild link был молчаном но это хоть как-то было обусловлено сюжетно и когда ты вступал с кем-то в диалог у линка хотя бы были реплики которые он говорил пусть и без звука но текстом по типу вопросов что у тебя есть на продажу и так далее но в links of aking болезнь игнора такая же как в сериях игр метро с тобой разговаривают ты как будто бы даже не слушаешь никогда и это работать не будет ладно ладно разработчики просто перенесли уже созданную игру один в один на новые консоли с разницей лишь в графике и текстурах мир links of aking не пустой на каждом шагу тебя поджидает достаточное количество разнообразных врагов подход которым далеко не одинаковый моблины есть как с копьями так и со щитами если первых достаточно пару раз ударить мечом и лишь защищаться своим щитом от их бросков то моблины со щитами пойдут в атаку а пробитие щит можно будет лишь укрывшись за своим и вовремя нанеся удар каких-то врагов можно победить лишь ударом спину или бомбами например враги маски песики железными как ни странным масками или звезды повторяющие зеркально твои действия есть и повторяющиеся враги но с другими текстурами но это все равно добавляет разнообразие в геймплей и мир гумбы опасности не представляют как и в марио достаточно прыгнуть на них или ударить мечом и поганки как не бывало кстати первое время в игре будет казаться что вода смертельный враг линка и возможности перебраться на другой берег нет кроме как перепрыгнуть или использовать крюк кошку однако по ходу игры замечаю что вода довольно странно выглядит и создается ощущение что она имеет свой геймплейный элемент и это добавляет еще больше любопытства в игру и в конце концов оказывается так что к середине игры link научится плавать и сможет преодолевать водные препятствия и казалось бы вся игра выстроена на том чтобы получить какой-то навык и использовать его для решения головоломки однако это не выглядит именно так не выглядит искусственно и ненатурально по типу сделай это и получишь то игра именно показывает себя с исследовательской точки зрения и до самого конца ни капельки не наскучило мне играть в нее хотелось только больше больше узнавать этот мир искать ракушки для мелких улучшений проходить дополнительные квесты которые по факту один на всю игру но и длиной во всю игру дающий возможность пройти ее до конца не стоит пренебрегать этим квестом потому что без него к сожалению игру не пройти почему и как можно будет понять после прохождения удивляет тот факт что люди сделавшие эту игру в девяносто третьем году умудрились создать шедевр пусть и не такой масштабный как brief of the wild но более чем достойный и не хардкорно сложный как игры того времени как будто с задатком на будущее приобрести коллекционное издание links awakening для меня являлась такой же целью как и покупка коллекционки по дыханию поэтому если кто-то вдруг не играл в links awakening к покупке эта игра обязательно прохождению тоже в которой расскажу какие бы nintendo не были плохими и несправедливыми особенно к русскому комьюнити игры они делают очень и очень крутые поддержку русского языка кстати конечно же запилили тоже на этом собственно все игра получилась во второй раз не хуже прошлого не пропустите мимо ее всем удачи и всем пока